МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Июль – благодатный период. Наконец-то наши труды начинают компенсироваться приятными хлопотами по сбору урожая. Ведь как приятно собирать плоды, ягоды, фрукты, овощи. То, что мы с вами так упорно и старательно высаживали, высевали. И, согласитесь, всегда приятнее со своего участка съесть или ягоду, или фрукт, или овощ. Потому что они намного и полезнее, и вкуснее, чем купленные и на рынке, и в супермаркете. И, наконец-то, мы с вами дождались разгара дачного сезона, зенита, лета и такого приятного периода с приятными хлопотами. На участках у нас зреют ягоды. Наконец-то мы их дождались. И смородина стала созревать белая, красная, на подходе черная смородина. Уже жимолость отдала нам свой первый урожай. Зреет земляника, малина. Поэтому, конечно, крыжовник, забыла про крыжовник, тоже замечательная наша ягода. Поэтому, когда вы собираете ягоды, не только собирайте их и употребляйте в пищу, но и не забывайте, что нужно собирать все ягоды подряд. Я имею в виду пораженные, поврежденные. Не оставляйте на грядках, на кустах ягоды больные. Удаляйте их вовремя, чтобы они не несли дальше инфекцию. Наконец-то с грядок тоже пошла у нас продукция. Как приятно со своей грядки сорвать и рукколу, различные салаты, зелень укропа, петрушки, щавеля. Шпината, лука зеленого, чеснока, огурчики пошли у нас уже. На подходе томаты, цветная капуста, чеснок. Поэтому, конечно, в июле замечательные, приятные хлопоты. И хочу вам напомнить, дорогие дачники, не забывайте о лунном календаре. Потому что Луна наш естественный спутник, она оказывает на нашу Землю большое влияние. Поэтому напоминаю вам, что все работы лучше проводить на нарастающую Луну. А вот когда у вас полнолуние, вот тогда вы можете расслабиться. Потому что это не очень благоприятный период для всех работ. Вот в этот период загорайте, отдыхайте, набирая здесь сил. А на убывающую Луну можно все работы делать, кроме посадки и посева. Вот можете пикеровать, можете посынковать томаты, обрезать лишние побеги на огурце. Дальше пропалывать, рыхлить, полоть, обработки различные проводить. Вот это можно на убывающую Луну. Ну, получается, июль, такой месяц, вроде это середина дачного сезона. С одной стороны, есть больше свободного времени на отдых. Но с другой стороны, очень много работ остается все равно сделать. Еще впереди. Да, расслабляться в июле нельзя. И вот сейчас у нас земляника отдает свой урожай. Она в таком самом разгаре плодоношения. И, конечно, нужно уже думать о будущем, делать задел на будущее. То есть именно сейчас нужно начинать размножать землянику. Тогда, Наталья Викторовна, как это правильно сделать? Делитесь секретами с нашими уважаемыми телезрителями. Я думаю, что они прекрасно знают, что земляника не очень долго растет на одном и том же месте. 3-4 года, не больше. Вы сами видите, что посадили грядку, прошло 3-4 года, все, урожай уже не тот, что был в первые годы. Потому что накапливаются и болезни, и вредители в почве, и структура почвы нарушается. Потому что монокультура, она забирает с почвы определенные микроэлементы, макроэлементы. И как бы вы ни старались ухаживать, все равно сорт стареет, скажем так. Поэтому в июле самое время подумать о размножении вашей земляники. Выберите грядку, на которую бы вы хотели посадить новую плантацию земляники. Она должна быть не рядышком с вашей старой грядкой, хотя бы метров 10. То есть соблюдайте пространственную изоляцию, чтобы ваши вредители и болезни, которые есть, они не перебрались на соседнюю грядку земляники. Землянику размножают очень легко усами. Или если сорт без усы, то делением куста. И можно купить рассаду сейчас и в магазинах, и в садовых центрах. Но если у вас есть хорошие сорта, которыми вы довольны, они урожайны, вы сами можете их прекрасно размножить. Земляника дает урожай и дает усы. Она размножается. Если мы первые годы на своих грядках удаляли эти усы, то сейчас, если хороший кустик, вы можете от него взять вот этот ус, который земляника дала. Усы укореняются, образуют розеточку листьев, хорошую мочковатую корневую систему. И вы вот эти усы, укорененные розетки, можете выкапывать и в конце июля, в начале августа высаживать на новую грядку. Многие думают, что нужно сажать землянику позже, где-то в августе, в сентябре. Но это ошибка, потому что земляника посаженная поздно, она не успевает к осени, к зиме подготовиться. Она не успевает сформировать нормальную, большую корневую систему, уйти в зиму хорошим кустом. И на следующий год она будет не очень сильная, слабая и не даст вам тот урожай, на который вы рассчитываете. Поэтому в конце июля, в начале августа, вот делайте новую плантацию земляники своей. И, конечно, грядку нужно перекопать, подготовить ее. И сажаем мы на 1 метр квадратный 4, 6 растений, самые большие. Не частите, потому что земляника, она разрастается, косты становятся мощными. Тогда они у вас все закроют друг друга и будет хуже расти ваша земляника. Нужно давать нормальную площадь питания. Сажаем между ряде 60 сантиметров, а между кустиками выдержим 25-30 сантиметров. Наталья Витальевна, если все-таки наша земляника уже отжила 3-4 года на одном месте, и вот оно время пришло ее пересаживать. Как правильно найти ей землю, подобрать уголок в нашем саду? Земляника любит хорошую, рыхлую почву, заправленную и органическими, и минеральными удобрениями. Поэтому грядку нужно хорошенечко перекопать, подготовить, пролить лунки. И когда вы сажаете рассаду земляники, не заглубляйте ее в почву, чтобы сердечко земляники, вот эта ее точка роста, она была не присыпана землей. И, конечно, нельзя сажать очень поверхностно, потому что тогда корни будут наружу, и они просто будут высыхать очень быстро. Ну и, наверное, лучше всего сажать на солнечной стороне участка? Конечно, да, конечно, в тени земляника расти не будет. То есть солнечная сторона участка, рыхлая земля, удобряем ее дополнительно, обязательно, чтобы уже в следующем году эти кустики нам дадут урожай? Чтобы она хорошо укоренилась, и на следующий год вы будете получать с вашей вновь посаженной грядки земляники плоды? Вот очень часто можно видеть в интернете, в разных социальных ресурсах фотографии и рекомендации о том, как люди на своих примерах показывают, как выращивать землянику или клубнику, да? То есть используют и бочки, и разные пластиковые контейнеры, посуды, которые подвешивают на гвоздики вокруг своего дома. Это больше декоративное украшение. Это все-таки декоративное, да? То есть такой способ не есть хорошо. Потому что полноценный урожай вот с этих приспособлений, где она будет у вас расти, вряд ли можно получить, потому что и полив затрудняется. Когда она у вас растет в бочке, трудно ее поливать, потому что вымывается земля. И земляника, она как бы, она должна находиться на земле, получать достаточное питание. А вот это просто для украшения. Больше для украшения декоративного. То есть это для украшения и, наверное, тем дачникам, которым хочется как-то применить свои мысли, идеи воплотить, то это вот можно попробовать. Какую-то идею, конечно, можно попробовать все. Наталья Викторовна, какие основные работы на огороде, на наших грядках любимых? Грядки тоже требуют нашего самого пристального внимания, потому что огурцы растут у нас или на грядке, допустим, или в теплице. Поэтому сейчас уже пошли огурцы. Сбор урожая нужно делать регулярно. И когда вы собираете огурцы, вы не пропускайте, старайтесь не пропускать плоды, потому что стоит нам где-то под листиком пропустить огурчик, приезжаете на дачу через неделю, а там уже лежит почти что семяник. И растение все силы отдает на формирование семян. Поэтому частые сборы через день, через два, тогда вы соберете хороший урожай, и растение будет завязать новые завязи. Конечно, и подкармливать нужно огурцы раз в 10 дней, для того, чтобы был хороший урожай. Томаты требуют нашего самого пристального внимания. Не забывайте о пасынковании, потому что пасынки растут очень быстро и забирают уливейную долю питательных веществ. В прошлой программе мы наглядно показывали, демонстрировали и говорили о пасынковании, поэтому я надеюсь, что наши дачники в этом году уж точно не пропустят ни один пасынок. И, конечно, нужно проветривать теплицы с томатами, потому что томату нужен сухой воздух. Особенно это касается тех теплиц, где растут и огурцы, и томаты. Перегородочка должна быть между растениями огуречными и томатными, и ту сторону, где растут у вас томаты, обязательно проветривайте, чтобы воздух был не влажный, иначе фитофтора тут как тут. И в конце июля, в начале августа нужно прищепнуть верхушки высокорослых томатов, потому что растение не успеет сформировать и завязать все эти кисти, которые на нем есть. И мы делаем вот такое вершкование томатов, только высокорослых. Низкорослые томаты, они не нуждаются в вершковании, потому что низкорослые, они дают в конце побега кисть, и этим заканчивают свой рост. А вот высокорослые томаты в теплице нужно прищепнуть верхушку. И тогда растение будет направлять все свои силы, все питательные вещества на созревание вот этих кистей, которые уже завязались на томате. И тогда будет нормальный урожай томатов. Конечно, все овощи нуждаются в первую очередь в поливе. Июль самый, пожалуй, жаркий месяц. И без полива, вы понимаете прекрасно, что никакого урожая не будет. Но поливать тоже нужно с умом. Вот когда вы езжаете с дачи на рабочую неделю в город, обязательно наполните емкости водой. Призываю вас, вот бочки, ведра, лейки, потому что мы приезжаем в субботу, берем шланг в руки, включаем или со скважины воду, или с колодца, с водопровода, и холодной водой начинаем скорее и скорее поливать свои растения. Во-первых, очень охлаждается корневая система. Растения получают стресс. Это для них, естественно, стресс. Мы размываем вот этими шлангами корневую систему, смываем воду с корней. Поэтому, когда вода отстоялась, этой водой замечательно провести, полив своих грядок, чтобы она была отстоявшаяся. И лучше поливать, конечно, утром, до 10 часов утра, или уже после 6 часов вечера. А по растениям лучше не поливать. Вот в жаркую погоду, в субботу, воскресенье, днем не старайтесь поливать. Потому что это такая, ну, медвежья услуга растениям. Вроде бы вы и полили грядки, влага тут же испарилась, на растениях еще и ожоги часто получаются. И выходит, что растение не получило такого нормального полива, заправки водой. Поэтому поливать нужно правильно. И, конечно, с сорняками бороться. Но они без них никуда на даче. Поэтому, конечно, растут, невзирая ни на жару, ни на холод. И забирают тоже очень много питательных веществ. То, что положено бы растению, как мы стараемся подкормить свою грядку, попадает очень много питательных веществ для сорняков. Поэтому, конечно, с сорняками бороться. И почву рыхлить. За сезон 4-5 рыхлений. Я уже говорила, рыхление – это сухой полив. Когда вы рыхлите почву, вы нарушаете вот эти почвенные капилляры, не так влага испаряется с почвы, остается в земле, растениям легче дышится, кислород поступает к корням растений. И не забывайте про окучивание. Когда вот поливаем растения, я сказала, что размываются, и корни оголяются растения. А окучивание любят и томаты, и картофель. Можно окучивать, присыпать немножко. И растения огурца, кабачка, патиссоны, тыквы. Для того, чтобы образовывались дополнительные корни. Так что грядки ждут вашего внимания, ухода и заботы. Наталья Викторовна, что такое сидираты? Вы знаете, сейчас вот у нас уже начинают в июле освобождаться грядки, потому что мы с вами убрали и укроп, и салаты у нас созрели, и редисы. И многие любят вот эти грядки занимать повторными посевами. А некоторые сеют на этих грядках, на пустующих, освободившихся, сеют сидираты. Ну, наверное, любой датчик мечтает о том, чтобы улучшить плодородие на своем участке, чтобы почва была более плодородная. И вот в этом плане вам помогут сидираты. Это зеленые растения, которые мы сеем не на еду, мы их не употребляем в пищу, мы их затем закапываем в землю, в почву. И, конечно, у нас в нечерноземной зоне редко, наверное, кто может похвастаться хорошими почвами. Но окупить машину торфа, или навоза, или песка, понимаете, насколько это трудоемкий процесс. На тачке все это занести на участок, поднять эти грядки. Потом, когда вы покупаете навоз, вы с навозом носите очень много сорняков. Потом начинается такая борьба с сорняками, что только держись. А когда вы сеете или горчицу белую, или рапс, можно сеять бобовые, люпин, бобы, горох. Эти растения, они настолько натуральный продукт, что они намного обогащают почву органическими минеральными удобрениями, особенно азотом. И вот когда вы в июле, допустим, посеяли, засеяли свои грядки вот этими сидиратами, их называют сидиратами, и лучше всего вот эти всходы сидиратов, зеленых культур, их лучше довести до цветения. Когда они начнут цвести, тогда у них самый больший процент, и высокий процент и азота, минеральных веществ. Вы их скашиваете, когда они зацвели, скосили и прикопали эту грядку. И они очень быстро разлагаются в почве, обогащают ее, помогают, делают структуры почвы лучше. Скошенную траву мы тоже добавляем в эту почву? Да, она остается на грядке. То есть мы никуда не выкидываем? Перекапываем, она за зиму, за осень, за зиму, она хорошо перегнивает, и ваша грядка будет намного плодороднее, чем она была до этого. Если же вы оставите сидираты дальше расти, они огрубеют, то есть прошел период цветения, вы их оставили дальше, вовремя их не скосили, они становятся грубыми, и уже азота не так в них много. Даже если вы потом их скашиваете, перекапываете, вот эти стебли у них долго перегнивают. Поэтому здесь очень важно вовремя скосить и закопать эти сидираты. Это такой проверенный, давнешний способ, но такой надежный и экономичный. Не затраты, не нужно таскать грядку с навозом, с песком, выравнивать грядки, поднимать их повыше. А сидираты намного улучшат и плодородие почвы. Она будет не так у вас подвергаться водной эрозии, воздушной эрозии, она станет у вас более плодородной. И надеюсь, что на следующий год намного урожая будет больше той культуры, которую вы посеете на этой грядке. Наталья Викторовна, мы поговорили о работах на грядках, поговорили о работах в саду. У нас остались еще цветы? Или мы продолжаем наслаждаться их ароматом и цветением пышным, и ничего с ними не делаем? Конечно, и наслаждаемся ароматом, любуемся, потому что сад в июле месяце просто утопает в цветах. Когда приезжаешь на дачу, глаз радуется, и так хочется все обойти, посмотреть. Действительно, июль, ну, самый замечательный месяц в том плане, цветет все. Наши питунья, которыми мы выращивали рассады, и виолы, и бархатцы, гладиолусы, георгины, аквилейки, дельфиниумы, лилии, лилейники. В общем, всего не перечислишь. И такая красота неописуемая. Но просто ходить, любоваться дачнику не пристало. Конечно, и цветы требуют ухода. Обязательно смотрите на свои вазоны, грядки, клумбы, потому что отсвели цветы, обязательно удаляйте отсветшие, чтобы растение не формировало семена. И грядка будет красиво смотреться. Или вазон, допустим, приехали, питунья отсвела, уберите отсветшие цветки. Питунья вновь начнет завязывать новые цветы. И сейчас уже отсвели пионы. В этом году какое-то было буйство пионов. Аромат был необыкновенный в саду. Просто под тяжестью вот этих бутонов, они просто распадались с кусты. Приходилось их подвязывать, ставить какие-то опоры специальные, чтобы растение выдержало вот эту шапку цветочную. И пионы уже отсветают. На этом наше дело не заканчивается, работая с пионами. Помогите им, чтобы на следующий год ваши пионы радовались таким пышным цветением. Отцвели пионы, обрежьте цветы, растения сами не трогайте. Пусть этот куст радует вас еще зеленью до осени. Он сам покажет, когда его нужно обрезать. А вот цветы срезали, убрали, и обязательно подкормите пионы. Сделайте вокруг куста небольшую бороздочку и комплексным минеральным удобрением возьмите где-то 30 грамм спичечный коробок удобрения и рассыпьте его по этой бороздочке. Потом присыпьте землей и обязательно полейте. И ваш пион будет закладывать новые цветочные почки на следующий год и опять порадует обильным цветением. Те цветы, которые уже отсвели, у нас первоцветы, майские цветы, я имею ввиду и тюльпаны, и гиацинты, нарциссы, они у нас сейчас в земле. Мы как-то про них уже забываем, потому что наше внимание переключается на другие цветы. О тюльпанах, гиацинтах и мелколуковичных не стоит забывать. Если вы хотите, чтобы на следующий год они, вот эти первоцветы, вас радовали, обязательно их выкопайте. Сейчас нужно выкопать тюльпаны, нарциссы, гиацинты, пролиски, крокусы и обязательно их просушить, потому что они в почве начинают размножаться, появляются, они взрастаются. И вот вы достали их с почвы, хорошенько обобрали землю, отделили детку от крупных и просушили. Просушили, можно помыть их в слабом просторе марканцовки, чтобы они минут 10 у вас пролежали, продезинфицировались. И тюльпаны, и гиацинты вы будете высаживать где-то, ну, в конце августа, в сентябре. Пусть эти цветы у вас полежат, но не на солнышке, а хорошо проветриваем в сухом помещении. А вот мелколуковичные нарциссы, крокусы, их можно разобрали, отделили мелочь, мелкие луковички, а крупные посадили. И тогда у вас на следующий год порадуют первоцветы вас хорошим буйным цветением. И, конечно, хлопоты приятные, и сбор урожая, и обязательно, конечно, ягодники нуждаются, и деревья сейчас в поливе, потому что активный налив идет, и яблок, и груши. Уже так приятно смотреть на деревья и видеть небольшие игрушки, и яблочки. Помогите им, жаркое. Нужно поливать обязательно деревья, кусты поливать. Поэтому уход, конечно, не прекращается. Мульчировать приствольные круги, чтобы не так влагоактивно испарялось с приствольных кругов деревьев. И, конечно, не забывайте о вредителях. Ну, куда же без них? Они тут как тут, и тля, и различные бабочки, гусеницы, совки. Поэтому сейчас, конечно, есть вот эти надежные способы, которые простые, доступные, надежные, нехимические способы. Вот ими пользуйтесь. Пусть они не такие сильные, эти методы обработки, они более часто, их нужно проводить. Но вот этот настой луковой шелухи, чеснока, настой золы, а не бордовская жидкость, они вам помогут сдержать натиск и вредителей, и болезней. И это довольно-таки безопасные методы, и применять химию, конечно, сейчас, когда все практически идет с огорода, с сада в пищу, недопустимо просто. А эти методы надежные, эффективные, поэтому более часто их применяйте, раз в неделю, раз в 10 дней, и вы обойдетесь без химических обработок. Да, Ликторна, я думаю, что все ваши советы наши дачники возьмут на заметку и с двойной силой приступят к работам в июле, и ничто не ускользнет от их внимания. Спасибо вам огромное. И я желаю удачи нашим дачникам, на их даче и хороших урожаев. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова